Придерживайте руках. Ольга Агафонова в ТТУ работает техником. Говорит, хотела сделать прививку от коронавируса в поликлинике, но после рабочей смены нет сил сидеть в очереди. У Ольги дети и пятеро внуков. Боялась заболеть ковидом и их заразить. Возможностью пройти вакцинацию прямо на работе, на базе местного медкабинета, с удовольствием воспользовалась. Сегодня на предприятии делают первый компонент вакцины. Решила сделать прививку, чтобы самой быть здоровой. У меня, во-первых, очень много внуков, дети. Поэтому хочу, чтобы они тоже не болели. Я работаю с 8 до 17, поэтому сейчас мы сделаем, пойдем еще на работу. В трамвайно-троллейбусном управлении Самары уже привились более 250 человек. Ни у кого побочных эффектов не было. Сегодня сделать прививку вызвались еще 50 желающих. В основном это те, чей рабочий график не нормирован. А главное, те, кто чаще других коллег контактирует с пассажирами. Эта идея, конечно, была у нас уже в голове, потому что сотрудники работают, у нас кондуктора работают с утра, с пяти утра до поздней ночи, вторая смена работает. Сотрудники с восьми до пяти. Поэтому мы в результате продуктивных переговоров с поликлиникой спецназчасти номер шесть договорились, что они придут к нам снова на предприятие. Людям будет удобнее, прямо, будем говорить так, не отходя от производства, пройти вакцинацию, которую необходимо сделать всем нашим гражданам. Лично я прошел вакцинацию уже два этапа. Вакцинация от COVID-19 проводится добровольно и бесплатно. График получения прививок составляется во всех предприятиях транспортной отрасли и направляется в районные администрации, которые взаимодействуют с медучреждениями. Люди приглашаются в прививочные кабинеты по мере возможности, как только поступают новые дозы вакцины. Перед прививкой нужно проконсультироваться с врачом. Имеются противопоказания. Записаться на вакцинацию можно также на портале госуслуг или по телефону горячей линии 122. Медики напоминают, даже тем, кто сделал оба компонента прививки, необходимо в общественных местах соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Виктория Шаре, Григорий Плешаков. События.